Здравствуйте! В эфире Минутка новостей. Благотворительный фонд Стмеги отправил религиозное общение грузинских евреев Азербайджана более 500 килограммов мацы к празднику Песах. Ее раздача начнется в синагоге 29 марта. Председатель правления религиозной общины Маше Беккер отметил, что встреча Песаха 5775 года в религиозной общине грузинских евреев Азербайджана пройдет достойно в соответствии с многовековыми еврейскими традициями. Ведь Песах самый древний из еврейских праздников. Он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории – с исходом народа Израиля из Египта. Более 70 молодых раввинов-студентов из Московского еврейского общинного центра в начале апреля отправится в десятки городов России, чтобы организовать там мероприятия к празднику Песах. Среди общин, которые планируется посетить, будут еврейские общины Крыма. Семь раввинов отправятся в Ялту, Симферополь и Евпаторию. Предполагается, что при поддержке главного раввината страны будут проходить не только общинные трапезы, но и специальные праздники для детей и молодежи. Отмечу, что Песах начинается накануне 15 дня месяца Ниссана по еврейскому календарю. И в этом году он выпадает на 3 апреля. В Бруклине создается новая община горских евреев – выходцев из Закавказья и Северного Кавказа под руководством раввина Эфраима Ильягуева. Сейчас она находится на ранней стадии своего формирования. И каждый желающий может присоединиться к этому процессу, чтобы внести свою лепту. Община обещает стать домом, куда евреи могут приходить, чтобы помолиться, завести интересные знакомства, отметить такие события, как Бритмила, Бармитсва и другие праздники. 9 лет тюрьмы грозит активисту незарегистрированной партии «Другая Россия» Олегу Миронову, сорвавшему концерт Андрея Макаревича и Дизджаз в Москве. Следствие ужесточило обвинение в связи с тем, что Олег Миронов оказал сопротивление охраннику. Напомню, что инцидент произошел вечером 25 сентября прошлого года. Во время выступления Макаревича экстремистами был распылен перцовый газ. Концерт пришлось прервать, чтобы проветрить помещение. Потерпевшим по этому делу следствие признало охранника концертного зала, которому распыленный газ попал в глаза. А на нашем сайте stmegi.com вы найдете интересные статьи наших корреспондентов. К примеру, Хана Шубаева подготовила замечательный материал о мастер-классе в честь Рош-Ходыш месяца «Ниссан». Читайте и будьте в курсе событий общины. Актуальные курсы валют на мониторе. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго и до встречи на Стмеги-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова